Девушки отдыхают Марина Ниелова и Ия Савина. Что может быть общего между ними? Разные типажи, разные роли, но есть в их судьбах кое-что общее. У каждой в жизни одна большая тайна, имеющая отношение к их детям. И так вышло, что в жизни двух этих актрис были отношения с одним и тем же мужчиной. В принципе, мужчину понять можно. Обе артистки чем-то похожи друг на друга, подходя под определенный типаж. Кроткая, утонченная, изящная и возвышенная красавица. Тайна отцовства, а точнее имя отца дочери актрисы – вот главная загадка Марины Мстиславовны. Было время, когда вся столичная богема следила за бурным развитием романа между звездой экрана и покорявшим вершину за вершиной шахматистом Гарри Каспаровым. Познакомились они на вечеринке у знаменитой фигуристки Татьяны Тарасовой и ее известного на весь мир супруга, пианиста Владимира Крайнева. Пара была ярко и необычная. Каспарову 21 год, а не Йоловой на 16 лет больше. Что послужило причиной их стремительного сближения. Гарри Каспаров признается много лет спустя, что был совершенно очарован обаянием и красотой актрисы. Его совершенно не смущала 16-летняя разница в возрасте. В его окружении всегда в то время были женщины гораздо старше. Будущий чемпион сознательно ограничивался вокруг общения взрослыми подругами. Он считал себя быстро повзрослевшим. К тому же в период интенсивных тренировок и старательной подготовки к важным матчам Каспаров не мог позволить себе жениться. Подруги постарше, как правило, о замужестве не заговаривали. Головокружительный роман продлился больше двух лет и закончился в один миг. Сама Марина Ни Йолова долгие годы никак не комментировала ни свой роман, ни расставание с шахматистом. Когда Марина Ни Йолова поняла, что ждет ребенка, естественно сообщила об этом будущему отцу. Ее беременность и стала основной причиной разрыва. Мама шахматиста, узнав о намерении сына стать мужем актрисы, была категорична. Пытаясь повлиять на решение сына, она говорила о том, что брак помешает его спортивной карьере. В этой ситуации шахматист повел себя абсолютно не по-мужски. Пойдя на поводу у мамы, несмотря на беременность Марины, он бросил ее, и женщина сразу же поняла, чего стоила любовь избранника. Ни Йолова полностью прекратила любое общение с человеком, который так вероломно ее предал. В 1987 году у Марины родилась дочь, которую назвали Никой. Через два года после рождения девочки Ни Йолова встретила дипломата Кирилла Геворгяна, который стал ее мужем и отцом Ники. Несколько лет молодая семья жила в Европе, а в 2009 году вернулась на родину. Закончив школу, Ника поступила в университетский колледж в Лондоне, а в 2010-м закончила курсы скульпторов. Сейчас женщина живет в столице Великобритании и полностью погружена в творчество. Многие работы Ники находятся в частных коллекциях по всему миру. Единственный наследник Ии Савиной, сын Сергея, тоже в свое время удостоился персональной выставки. И это стало для него невероятным достижением. Ведь мальчик родился со страшным диагнозом – синдром Дауна, что в нашей стране звучит как приговор. Ии не раз предлагали отказаться от ребенка и в роддоме, и в поликлинике. Врачи доказывали актрисе, что самым верным решением будет отдать ребенка в детский дом. Ее запугивали, говорили, что такие дети не доживают до 16, что сын никогда не научится узнавать ее. И уповали даже на то, что поклонники отвернутся от актрисы, узнав о диагнозе сына. Ведь такие дети появляются чаще всего в семьях алкоголиков и других деклассированных личностей, а не знаменитых артисток. Сергей появился на свет в браке с Савиной, с ученым Севолодом Шестаковым. Но не сумев смириться с судьбой сына, муж ушел из семьи. Ии осталась одна наедине с особенным ребенком. Порой на нее накатывало такое чание, что единственным выходом казалось уход из жизни. Но материнская любовь оказалась сильнее. Дни и ночи напролет она учила маленького Сережу самым простым вещам. То, на что у других детей уходят месяцы, он осваивал годами. Зато результаты позже удивляли видных медиков. И те из них, кто когда-то уверял ее в бесполезности подобных занятий, признавали свою ошибку. Но больше удивляла самоотверженность актрисы, которая с помощью своей свекрови, педагога по образованию и знаменитого детского педиатра Георгия Спиранского смогла достичь невозможного. Ее сын Сергей Шестаков не только освоил алфавит и русскую речь, он даже выучил английский. Стали появляться заказы. Он работал на дому как переводчик. И уже в довольно зрелом возрасте Сергей увлекся живописью. На открытии его персональной выставки известная актриса плакала, не скрывая своих слез. Это была настоящая победа. Но не только истории о детях связывают Марию Ниелову и Ию Савину. Обе актрисы в разное время были замужем за одним и тем же человеком, режиссером и актером театра на Таганке Анатолием Васильевым. Марина Ниелова жила с ним еще в самом начале своего творческого пути. Васильев предложил Марине переехать в столицу и сказал ей, что ее ждет великолепное актерское будущее в Москве. Васильев не соврал. Приехав в столицу, Марина начала свою карьеру в театре имени Моссовета. Тем временем Анатолий Васильев не находил себе места, в то время как его жена гастролировала по стране. Часто бывает так, чем выше в гору идет карьера, тем сложнее становятся отношения в семье. А уж если это семья двух творческих людей, один из которых вдруг резко вырывается вперед, то диагноз здесь однозначный, такой союз практически обречен. Вскоре супруги расстались, вместе они прожили 8 лет. Детей у пары не было, поэтому развод прошел тихо и без проблем. А в возрасте 40 лет Анатолий встретился с Ией Савиной. Тогда Ией было 43 года. Случилось это в 1979 году. Тогда Олег Ефремов пригласил Савину отдохнуть на Соловках. Там же оказался и Анатолий Васильев. Между людьми пробежала искра, и они обнаружили много общего между собой и решили продолжить отношения. Мужчину нисколько не смутила особенность сына Савиной. Он нашел общий язык с молодым человеком. А после ухода супруги заботился о Сереже до самой смерти последнего. Единственный сын Ии Савиной, Сергей Шестакович, пережил маму всего на 10 лет и скончался в 2021 году в возрасте 64 лет. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok